Например, человек как-то проезжал так, обрызгал, тут же подбежал, вышел из машины, подбежал к этому обрызганному человеку, говорит, садитесь, пожалуйста, посадил ему машину, привез к себе домой, переодел его, высушил, положил, тут отдохнул, пока высохли его вещи, затем привез на то же место, высадил с машины, поблагодарил и попрощался. Говорит, да, это было с вами? Нет, с моей женой, но какая разница? А московской такой я в Москве не смаковал, а столичной в столице так никто не готовил. Высший сорт ковбаси СК делают люди из ХМК. Мы желаем вам любовь, счастья, долгих лет, здоровья. И снова с вами рубрика «Страшное перо не в гусака». Поехали. Денисенко из Запорожья надислав такую штучку «Мэнз Сокс». Данко, ну это карпетки. Сайз, 41-47. Харченко, Олександр, місто Харьков. Батарейки такие, как элементы живления. Написано «Осторожно, не глотайте». Наш улюбленный кореспондент Мила Федорова с Киева надислав такой лист. Частейше всего люди неправильно читают такие фразы. Прошу. А це інструкція, як користуватися туалетом. Пользоваться очками надлежить, не забираясь на них ногами, а садясь, как на стул. Корпус тело держать прямо, совершенно не давать при посадке упора на ноги, а слегка отдалив от пола ноговую тяжесть, перенести на ягодицу. Имея руки положенными вдоль соответствующих колен, посадкой необходимо достичь попадания продукта в трубку очка, а не на подушку очка, стараясь в то же время не замочить подушку, для чего необходимо прибор придерживать рукой, направляя в соответствующее очко. При пользовании писсуаром надлежит вплотную подойти к писсуару, даже слегка упереться в него коленами, поддаваясь вперёд, вынуть целиком прибор, слегка пригнуть его вниз и пускать продукт до последней капли. У каждого дьёма даётся возможность быть сухому полу около писсуара. На сегодня всё, но мы ждём на ваши листы. Пишите нам наши дотепные спецкореспонденты. А ты знаешь, дорогой, дуб, под которым мы с тобой познакомились, молнии сожгло. Так ему и надо. Девушка, давайте скрепим нашу дружбу половым актом. Скажите, у вас картошка молодая? Молодая-молодая, ещё не целованная. Мужик забирает в аптеку, лица на нём нет. Ой, быстренько, быстренько, вы что-нибудь есть от диареи? Только что закончилось. Ну тогда быстро, это вот пластырь давайте быстро. Грабу я его видел, сказал турист, выходя из мавзолея. Студента, не получающего стипендию, легко узнать по новой иномарке. Лучше быть первой маей, чем восьмой мартой. Вчера папа Вовочки пошёл на родительское собрание и остался ночевать у учительницы по физике. На следующий день учительница по физике поставила Вовочке двойку. И кто после этого будет утверждать, что сын за отца не отвечает? Девушка решает пройти напрямую через парк. Она идёт, оглядываясь, и вдруг из-за кустов выбегает какой-то мужик и начинает её преследовать. Она оборачивается, смотрит, он догоняет её, она быстрее ускоряет шаг. Он ещё быстрее, она ещё быстрее, он ещё быстрее, она ещё быстрее. Понимает, что она от него не уйдёт. Она останавливается, разворачивается к нему, говорит, у меня нет денег. Он говорит, а я бесплатно. Вот что для водителя всего лишь водительские права, то для гаишника хлебная карточка. Секс-бомбы дважды в одну постель не попадают. Так, садитесь в кабину, поехали. Да нет, нет, я как-то пешочечком. Садитесь в кабину, я сказал. Да нет, я как-то сам. Товарищ Гагарин, садитесь быстрее, а то людям праздники спортите. Девушка, девушка, вы вступаете в интимные отношения за деньги? Да вы что, с ума сошли? Конечно, нет. Ой, спасибо большое, а то я так поиздержался. А недавно Сидоров видел, как Иванова за гаражами нравилась Петрову. Я на прошлой неделе дал объявление в газете о том, что ищу спутницу жизни. Ну, и как? Так, что пишут? Да ты представляешь, целый мешок уже писем получил. Так что пишут? Да в основном одно предложение. Бери мою. Не пытайтесь спорить с дебилом, иначе вам придется опуститься до его уровня. А на своем уровне он вас задавит своим опытом. Если вы хотите стоять на своем, то размер своего имеет значение. Находит такая пышная женщина в аптеку и говорит, здравствуйте, будь современный, дайте мне таблеточки от похудения. Говорит, подождите, минут 10 назад вы купили 5 упаковок. Говорит, я не нажралась. А что бы ни говорили о современных технологиях, все равно домашний телефон нужен. Нужен. Ну, хотя бы для того, чтобы найти свой мобильный. Вот с девушками, ну, вот сюда так. Пристанешь, нахал. Не пристанешь, придурок. Вечером возвращается муж домой, уставший, злой. Говорит, ну, ты во всем виновата, ты виновата во всем. Послала на родительское собрание, не сказала, в какой школе он учится. Я говорю, что задолбали вот этими спамами, эти сообщениями на смс, там по интернету идут. Все, я однажды поддался вот на это все. Пообещали увеличить достоинство. Все за 50 долларов. Ну, заплатилось все. Так они, гады, прислали лупу. Сегодня у родителей Машеньки праздник. Они, наконец, выдали желаемое за действительное. Вова, я не понимаю, ну, как ты за один день умудряешься натворить столько глупостей? А я стою очень рано. Дорогие женщины, не пилите своих мужей. Вам с этими опилками еще жить и жить. А знаете, мужики, вот от женщины никогда не знаешь, чего ждать. Или мальчика, или девочку. Девушка ходит по рынку, так рассматривает все, и вдруг видит, мужик один продает банку, и написано, заменитель мужчин. Она подходит ближе, смотрит, а в банке комар. Он говорит, я прошу прощения, а что значит? Говорит, полностью заменяет мужчину, полностью. Как? Вот так открываете баночку, а дальше он все знает. Что вы, серьезно? Говорит, да. Дайте мне, пожалуйста, одно. Спасибо большое. Берет банку, приходит домой, никого нету, она все позакрывала, сама разделась, легла в постель, открывает банку, комар на потолок, села, сидит. Она лежит, ждет, 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 никакой реакции. Смотрит номер телефона этого мужчины, который продавал комара, она его набирает, говорит, вы понимаете, я та, которая у вас купила комара, приехала, он на потолке, и ничего. Говорит, выезжаю. Приезжает мужик этот, смотрит на комара, говорит, ах ты ж, последний раз показывает, как это делается. Объявление, телефон, украденный, у жены прокурора, просьба вернуть за вознаграждение, минус 2-3 года от общего срока. Другие женщины, запомните, если мужчина только ест, читает газету и валяется целыми днями на диване, значит, ему с вами хорошо. Жена мужу, а почему ты меня во время секса назвал чужим именем? Ну так темно же. Партнер программы Ресторан-сервис. Дорогие телезрители, и по старинной гусиной традиции от ресторана, в котором мы обитаем, а это ресторан-сервис, что на Костельной 3, блюда от шеф-повара в подарок золотому гусю. Прошу, Сережа. Это же Цезарь с морепродуктами. Я знал его, этого Цезаря. Ты, на жаль, на жаль, добегает кинця наша сегодняшняя встреча. Но не хвилюйтесь, за неделю мы снова встретимся с вами на Першом национальном программе «Золотые гусы». Наш смачный спонсор Харьковский ньясокомбинат. Редактор субтитров А.Семкин